О возрасте здесь не вспоминают, а с легкостью и молодым задором демонстрируют танцы народов мира. Эта небольшая комната для краснодарских пенсионеров стала местом, где, как они сами признаются, забываются все болезни и невзгоды. Тут не только учат танцевальным элементам, но еще и преподают пожилым людям компьютерную грамотность, основу английского языка и проводят литературные кружки. И все это абсолютно бесплатно. Ну, великолепное состояние, потому что мы все время чувствуем рядом с собой плечо, понимаете. Дома как-то ноги одинокие и не знают, куда себя деть, дети уже выросли, внуки тоже как бы уже не нуждаются. А здесь мы чувствуем свою необходимость, можем реализоваться. Создать досуговый центр для пожилых людей Галина Головченко решила из-за личных обстоятельств. В мае молодая девушка воплотила в жизнь проект, который дарит внимание и заботу тем, кто в этом нуждается. Здесь не только развлекают, но и помогают пенсионерам с документами и лекарствами. За свой порыв жительница Краснодара получила признание на самом высоком уровне. Проект Галины Головченко стал лучшим на федеральном конкурсе «Доброволец России». Но даже сейчас ее не покидает волонтерская скромность. Иногда бывает усталость физическая, но мне это больше отдает, чем забирает. Именно эмоционально, энергетически и чувство удовлетворения, когда видишь людей, это непередаваемо. Если будет хорошо ближнему, даже если это не член семьи, не твое дружеское окружение, не ты сам, то будет хорошо и тебе, и твоим близким. Таких неравнодушных по всей Кубани почти 27 тысяч человек. Все это волонтеры, которые по зову сердца создают приюты для бездомных животных, отправляются на поиски пропавших людей, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Самых активных добровольцев сегодня участвовали в Краснодаре. Более двух тысяч добровольцев со всей Кубани сегодня заполонили зал Олимпа. Себя не называют одной большой волонтерской семьей, потому что у них одна миссия – нести добро людям. Тех, кому не все равно, сегодня пришел поздравить глава региона Вениамин Кондратьев. Именно с участием волонтеров в регионе провели более трех тысяч мероприятий. Волонтеры помогали гостям и спортсменам на чемпионате мира по футболу и гонках в Формула-1. Они же, не задумываясь, отправлялись в города и станицы ликвидировать последствия осенних наводнений на Кубани. Разбирали завалы и привозили гуманитарную помощь. И делали столько, сколько помощь была необходима. Волонтерское движение у нас самое сильное не только в России, во всем мире. И вы, волонтеры, самые лучшие. Потому что вы блестяще проявили себя на чемпионате мира по футболу этим летом. Вы пришли первыми на помощь пострадавшим в результате наводнения в нашем крае. Волонтерство, желание быть полезным обществу, другим людям у вас в крови. Никогда, никогда не измените этому пути и зову своего сердца. Сколько бы ни было лет, внутри это все молодые, энергичные, очень амбициозные люди. И вы знаете, вот как сказал наш президент, год волонтер, конечно, заканчивается. Ну а волонтерство продолжается. И будет продолжаться на Кубани, потому что желание прийти на помощь ближнему, помочь тому, кто рядом, милосердие, сострадание, человеколюбие, неотъемлемая часть характера жителей нашего края. Вот такие у нас люди. За развитие добровольческого движения на Кубани Вениамин Кондратьев вручил активистам заслуженные награды. Это мальчишки и девчонки, которые не жалеют своих сил и времени, чтобы помочь другим. И готовы полностью погрузиться в проблемы абсолютно незнакомых им людей. В фаялье им по молодые люди представили свои проекты, как сделать этот мир чуточку добрее. Сейчас мы начинаем реализовывать федеральный проект «Лига юных пожарных». Он направлен на борьбу с лесными пожарами. Сейчас очень много сгорает лес на территории России и в принципе в мире. Один тот факт, что сгорает лес в два раза больше, чем вырубается, заставляет об этом задуматься. По зову сердца волонтеры трудятся в больницах, в детских домах, помогают находить пропавших людей. Ведь доброволец – это состояние души. То, что вы делаете, поверьте, это не находится в рамках учебного процесса, в рамках каких-то ваших обязательных или предметов, это внутреннее. Будет у меня состояние от человека, застрадания, человеколюбия. Давайте просто это не потеряем. Не потеряем, не отделаемся формуляром, вроде как должен или не должен. Творите добро, оно все возвращается. Встреча самых неравнодушных и отзывчивых прошла в атмосфере дружбы, будто все они знают друг друга не один год. Но волонтер – это важная и нужная работа для всего общества, которую нельзя останавливать ни на минуту. Поэтому сразу после праздника сотни добровольцев уже спешили на помощь тем, кто в ней так нуждается. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Виктор Чаусов и Денис Перец. Кубань-24, Краснодар. Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...